Ну что, друзья, вы видели, вот такой комод у меня получился, весьма симпатичный, и я купила на Авито старинные чемоданы. И вот один из чемоданов СССРовский я решила покрасить, и под вот этот комод сделать на нем цветы, но не аппликацию, а уже попробовать нарисовать. Я покрасила комод в фиолетовый цвет, в лавандовый, ну сами понимаете, найти лавандовый чемодан практически нереально, да нереально. Вот, когда я его покрасила, он, если честно, стал похож на такой, как будто бы из детского сада. Я его решила подстарить, сейчас я покажу, как я это сделала на другом чемодане немецком, которому больше ста лет, он тоже раритетный. Ну что, друзья, я продолжаю украшать комнату, и пришла мне идея, я нашла старые такие раритетные чемоданы, вот это японский чемодан, немецкий чемодан сзади вот стоит. Это СССРовский чемодан, российский. И, ну, конечно, найти лавандового цвета чемодан крайне сложно, вот зеленый японский я нашла, но у него, у этого чемодана, вот даже видно кусочек вот такого цвета, рыжего. Все вот эти вот части оказались. И, конечно, я решила подфактурить под цвет нашей комнаты, и я покрасила сначала все эти части в такой лавандовый цвет. После я зафактурила вот таким вот зеленым, который преобладает в нашей комнате, а теперь у меня тут целая вообще палитра. Я подставиваю фактурю, и вот так вот у меня, собственно, получается, чтобы он хорошо, грамотно вписался. Вот здесь вот даже видно сам процесс тоже, я покрасила полностью лавандовый цвет, потом вот так светлым подфактурила, и теперь, собственно, весь чемодан я буду делать таким бывалым, что называется, чтобы добавить глубину. Так что у меня тут самая настоящая палитра, я вовсю тут смешиваю краски, я взяла вот такой вот цвет оливы, ярко вот такой зеленый, я использую акриловые какие-то краски, вот черный и вот малиновый. И намешиваю цвет, навешивая цвета, доводя до состояния все-таки такой практически сухой кисти, я... Добиваюсь того, чтобы появились вот, чтобы появились у меня оттенки, которые мне... Почему все не гранабли, ну, как обычно, все не спектакли, гилья, а я вся такая краска. Мне зато интересный жуток. Вот, и чтобы добавить гиль. И вот так вот на выпуклых частях прорабатываю каждый детал. Вот, собственно, на основе вот этого рисунка, этой цветочной композиции я стала сначала карандашом рисовать на чемодане цветы. Ну, скажем так, это абстрактный такой рисунок, это неточное повторение. Вот что у меня получилось. Такая схема, по которой дальше я буду наносить цвета. Музыка Музыка Вот такая, собственно, любопытная история у нас получилась. В итоге, СССРовский чемодан, которому больше семидесяти лет, стал вот таким интересным, раритетным в тех цветах, которые мне нужны. Главное, он сочетается с новым комодом. Я вскрыла лаком, немножко припылила цвет, чтобы он был растушеванный, контуры выделила. Получилось весьма симпатично. Продолжение следует...